Самый яркий случай со самокатами, который был слышен во всей России, произошел в Казани в прошлом году. 54-летний мужчина не признавал свою вину в суде, который хотел решить его водительских прав категории «Б». После оспаривания решений у него все же удалось вернуть их. Подобные истории далеко не редкость и стали поводом для пересмотра роли граждан, использующих средства индивидуальной мобильности. Их правовой статус на сегодняшний день не определен, и пока использование подобного рода технических средств приравнивается к статусу пешехода. И если не произошло столкновение именно с транспортным средством, то мы не можем говорить, что это именно дорожно-транспортное происшествие, что в этой ситуации это не регламентируется правом дорожного движения. Соответственно, уже привлекать к административной ответственности, или тем более к уголовной ответственности, именно в рамках транспортных преступлений, транспортных правонарушений мы не можем. Как сказал Наиль Хабибуллин, что хоть Верховный суд Российской Федерации признал электросамокаты полноценным транспортом, это должно подтвердить правительство со соответствующими законами. Вы знаете, что у нас есть кодекс об административных правонарушениях Республики Тарстан, а есть кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. То есть это сфера деятельности и субъектов Федерации, и Российской Федерации. И если мы говорим о пилотном проекте, то, наверное, именно в КОАП РТ должны внести какие-то изменения, регламентирующие именно движение средств индивидуальной мобильности. Если вдруг это покажет эффективность работы, если уменьшит уровень травматизма, количество каких-то происшествий, то, как правило, такой опыт потом уже перенимается и на федеральный уровень, и уже вносятся изменения в федеральные нормативные правые акты. Повторюсь, пока на данный момент этого нет, только обсуждения идутся. Все идет к этому. Поэтому это значит, что владельцам средств индивидуальной мобильности стоит подготовиться, соблюдать новые правила и понимать возможную ответственность за проступки. Ринат Ахмедянов, Фарид Захид Угле, Универ Ньюс. Батяк Батяк